Привет, это Вики, и я продолжаю делиться с вами полезной и интересной информацией о Мальдивах. В этом видео речь пойдет об экскурсиях или чем заняться на Мальдивах. Поэтому, если вы планируете поездку, то непременно это видео будет вам полезно. А ежели так, сразу ставьте лайк. Вот прямо сейчас ставьте лайк, иначе потом забудете. Поехали! Итак, 10 вариантов, чем занять себя на Мальдивах. Снорклинг! Выйти на Мальдивах и не попробовать снорклинг, это то же самое, что быть в Париже и не попробовать круассан. Или побывать в Лас-Вегасе и не поставить даже 5 долларов на красное. Ну, реально, это очень странно. Снорклинг – это обязательный пункт в вашем списке, даже если он ранее вас совсем не волновал. Поэтому одевайте маску, ласты и прыгайте в воду. И получайте море удовольствия. Потому что снорклинг на Мальдивах реально очень крутой. Вы непременно встретитесь черепаху, ската, кучу всяких рыб, акул. Да. Но об этом позже. Второй пункт – поездка в ресорт. Этот пункт относится только к тем, кто отдыхает на обитаемых островах. Что такое обитаемые острова, я вам рассказывала в другом видео. Можете посмотреть вот здесь. Очень многие острова-резорты открыты для однодневного посещения. Поэтому сейчас шикарные Мальдивы стали доступны и нам, бюджетным путешественникам. Посетить хотя бы один ресорт я рекомендую всем туристам, которые приезжают на обитаемые острова. Потому что это совершенно другая страна Мальдив. И я считаю, что этот пункт никак нельзя пропустить. Третий пункт – это посещение обитаемого острова или Island Hopping. Это как раз тот вариант для шикарных туристов, которые отдыхают в резорте. У вас есть шанс посетить обитаемый остров, где живет местное население. Посмотреть, как они живут, как они плетут пальмовые листья, как они сушат рис. Ну и ловят тунца, в конце концов. В общем, это интересно. Вам тоже нужно увидеть обратную сторону медали. Я очень рекомендую побывать на обитаемом острове. Ну, на настоящем обитаемом острове, если вы понимаете, о чем я. Кстати, почти на всех обитаемых островах есть сувенирные магазины. Хотя бы одну. Да, вы сможете там купить магнитики, парео и ракушки, всякие поделки. И цены там очень доступные. Ну, как на обитаемом острове. Эта поездка будет не только интересной, но и полезной. И еще этот пункт я могу порекомендовать туристам, которые отдыхают на Макуши. Потому что, хоть он и считается обитаемым островом, но, к сожалению, на Макуши аутентичности почти не осталось. Поэтому лучше выехать куда-нибудь в более спокойное место и посмотреть на настоящую мальдивскую жизнь. Ребят, я думаю, вы обратили внимание, что у меня появился новый канал влогов. И там речь идет не о мальдивах, а о других странах, где я тоже бываю. Я вас приглашаю заглянуть на этот канал. Возможно, вам будет интересно, о чем речь. О том, как я путешествую. Немного своеобразно, но окей. Где я живу, на чем я перемещаюсь. И чем вообще занимаюсь. Почему, собственно, мне никогда не скучно одной. Все это вы найдете на этом канале, где Вики. В конце этого видео я тоже вам оставлю на него ссылку. Четвертый пункт. Это поплавать с мантами. Манты это такие огромные скаты. Еще их называют морскими дьяволами. Наверняка вы видели мое очень крутое видео про экскурсию с мантами и китовой акулой. Если нет, будет видео в конце и ссылка где в описании. Манты обычно водятся небольшими группами, иногда даже большими, от трех отове. И это невероятное зрелище. Я вам от всей души рекомендую хотя бы раз в жизни поплавать с мантами. Ладно, поставлю вам отрезок этого видео. Пятый пункт. Это экскурсия на остров Пикник. О, это невероятно круто. Вас привезут на маленький необитаемый остров в океане, который можно обойти буквально за 2 минуты. И пока вы будете плавать и загорать, вам приготовят шикарное барбекю и свежепойманные рыбы. Восторг. В последние годы я занимаюсь организацией авторских путешествий. Вы можете обратиться ко мне за помощью в организации отдыха на Мальдивах, трансферов, экскурсий и фотосессий. Также даю частные консультации. Мои контакты под видео. Шестой пункт. Китовая акула. Поплавать с такой огромной рыбиной – это нереальный фонтан эмоций. И эти впечатления останутся с вами на всю жизнь. Ладно, девочкам сразу скажу, что не нужно бояться китовых акул. Это очень безобидное существо. И они питаются планктоном, а не девочками. Но есть некоторые правила предосторожностей, которых нужно придерживаться. Об этом у меня есть видео, да, если вы его еще не видели, то, опять же, оно будет в конце этого ролика и в описании. Хочу сказать, что на следующей неделе выходит новое разговорное видео, в котором я расскажу про 10 минусов жизни на Мальдивах. Да, представляете, оказывается, жизнь на Мальдивах имеет свои недостатки. Заходите на канал на следующей неделе. Вообще лучше подпишитесь и нажмите на колокольчик, потому что тогда уведомление придет вам ежесекундно. Седьмой пункт – это рыбалка. Рыбалка на Мальдивах, наверное, об этом все слышали. Очень популярная экскурсия, особенно на островах-резортах. Вас везут в вечернее время перед закатом. На яхте вы гуляете и ловите свой ужин. Если, конечно, что-нибудь поймаете, вам это приготовят в отеле. Только, пожалуйста, не ловите рыб, которые внесены в список запрещенных. Ну, например, акулы. Акулу ловить нельзя. Я вас, своих зрителей, подписчиков, прошу, пожалуйста, не быть варварами и уважительно относиться к подводному миру. Я обязана вам об этом сказать. Восьмой пункт – это водный спорт. Water sport. Даже если вы просто решили спокойно полежать на пляже, все равно даже тут найдутся развлечения. Например, серфинг, вейкбординг, парасейлинг, катамаран, джетски. Да куча всего. Вообще на Мальдивах скучать невозможно. И даже если вы никогда ранее не пробовали ни один из этих видов спорта, я вам очень рекомендую, потому что Мальдива – это как раз то место, где это нужно попробовать. Да, я, кстати, не каталась на вейкборде до Мальдив, никогда. И так случилось все на Мальдивах, я прям начала хорошо так катать. Лучше, чем многие пацаны на острове. После того, как они стали видеть меня каждый день на вейкборде, они решили, что им тоже нужно научиться кататься на вейкборде, потому что как эта девчонка катается так спокойно и свободно, еще и не местная. Так что вот, стимулирую чуваков кататься на вейкборде. И вас стимулирую, потому что это не реально круто, это очень круто. Девятый пункт – это экскурсия к дельфинам или закат с дельфинами Dolphin Cross. Это очень спокойная экскурсия, даже немного романтическая, я бы сказала, но она вызывает бешеный восторг как у детей, так и у взрослых. Перед самым закатом дельфины обычно плечатся в воде где-то недалеко от острова, и наблюдать за ними в лучах этого вечернего золотого солнца – это просто фантастика. Вы, наверное, видели в моем видео. А я там еще снимаю хотя бы. И, наконец, десятый пункт в этом списке. Вы не поверите, но это алколодка. В конце тяжелого рабочего мальдивского дня отправьте себя на сафари. Это такая лодка, которая стоит недалеко от обитаемого острова, где продается алкоголь, то есть как бы бар на плаву. Закажите бокал вина и сделайте то, чего вы наверняка не делаете у себя дома, а именно сидеть и наблюдать закат, и наслаждаться, и жить в этом моменте, здесь и сейчас. Провождать солнце, находясь при этом в океане – это просто высшее наслаждение. Альтернативное занятие для тех, кто отдыхает в резорте. Закажите романтический ужин на берегу. Да, в твоем. Тот, кто заметил фокус со шляпой, пожалуйста, напишите мне в комментарии. Заметил фокус? Не говорите, что со шляпой. Просто заметил фокус. И я буду знать, кто из вас смотрит мои видео до конца. И кто внимателен. Буду рада, если почтите меня подпиской и лайком. Лайком. И новое видео выходит через неделю. Обещаю. Ну и, конечно, пишите ваше мнение об экскурсиях, а тем более, если вы уже какие-то испытали на себе, это будет интересно не только мне, но и моим зрителям и подписчикам, которые собираются на Мальдивы. Так что давайте поделимся информацией. Ребят, я надеюсь, вам понравилось это видео. Блин, что я в курии такое вообще? И бонус для тех, кто смотрит мои видео до конца. Еще один пункт в списке развлечений на Мальдивах. Это, конечно же, дайвинг. А как же без него? Про дайвинг я обязательно сделаю отдельный ролик. Сезон МАН считается примерно с апреля по ноябр. Сезон МАН считается примерно с апреля по ноябр. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok